вы кто анна губерманы я действительно она действительно губермана драма терапевт вы ведете группы и для взрослых и для детей безусловно это способ улучшить свое ментальное здоровье вообще все вокруг говорят аутисты но я так поняла это некорректно нетолерантно нет пожалуй я воздержусь вот я действительно простудилась и теперь хожу вот такая соплива вот и если меня начинать определять только только через то что я простыла понятное дело что мне станет как-то неловко да если мы с вами здесь вдвоем не обитаем в острове то нельзя сказать что кто-то из нас больной кто-то здоров вот что особенного и как отличить людей у которых есть спектр аутизма как себя как мне человеку обывателю вести себя с этими людьми понимаете какая штука я все время хочу как бы вернуться а кому и для чего это определять в чем вот эта грань аутизм шизофрения и так далее люди начинают читать искать какие-нибудь там проявления а вот он не знаю там мама не говорит пальцем не показывает ему уже четыре месяца даже смотрите у меня нету такой цели я точно не психиатр я обыкновенный драматерапевт это медицинская специальность никому не нужен диагноз просто так и он не нужен не только человеку да он не нужен врачу ведь самим детям со спектром аутизма не комфортно в школьной среде наши социальные навыки они тоже развивались с возрастом говорят опять же специалисты что лет через 30 будет чуть ли не 80 процентов таких людей татьяна вы меня напугали статистикой а должны ли дети вообще учиться в школе я как мама считаю что в современной школе не стоит учиться было бы лучше если бы школы как но вот как института институции в жизни не было смотрите вот мы подошли к самому главному да то что вы сейчас сказали это принципе задачи итоговая задача переходного возраста а замуж что они выходить могут за таких же как они все-таки со спектром аутизма больше мальчишек или девчонок статистика пока говорит что больше мальчишек есть очень много исследований есть очень много экспериментов на мышах но мы же сами не мыши правда даже если машину покупать да то как бы вот эти первые 10 километров одни максимально опасны всегда говорят привет добрый день здравствуйте как вам удобно терпеть не могу когда мне говорят дорогая и на ты наверное фамильярность не в традиции славянского народа но у нас все на грани сегодня мне кажется нужно быть образованным но для чего нужно быть нормальным толерантным но для чего и так для того чтобы все это понять мы пригласили в нашу студию замечательную гостью которая вот это на грани и расшифрует у нас в студии анна губермана здравствуйте зрители в принципе слушатели и зрители не знают ничего не обо мне и не о вас и мне показалось что самое интересное с чего начать наш замечательный подкаст на грани это психиатрии психологии педагогики наверное чуть-чуть медицины для того чтобы понять мне человеку со стороны что такое норма потому что норма это где-то на грани и вот об этих 72 видах которые вообще проповедуются в эфире средств массовой информации блогерами но в общем я сейчас не понимаю нормальная я вы или все окружающие но для начала пожалуйста представьтесь вы кто анна губермана отлично я уже что-то услышала про 72 вида и теперь задумалась а так вообще я действительно она действительно губермана драма терапевт драма терапевт это связано с тем что драма в нашей душе в нашем сознании или чем занимается драма терапевт в клинике встречаясь не только с детьми но и с их родителями то есть вы ведете группы и для взрослых и для детей но ведь это не театральная студия нет безусловно это не театральная студия безусловно это способ улучшить свое ментальное здоровье и каким-то образом приблизиться к своему настоящему я если у человека есть такая потребность если он ее выразил если он согласился или если его направил какой-то специалист здоровья потому что это медицинская по сути услуга потому что вот вчера готовясь к нашей встрече я решила ну вот блесной эрудиции скажу о клинических психологах о психологах психотерапевтах психиатрах запуталась полностью поняла одно надо начинать маленькими шажками вообще воспринимать этот мир и меня как человека живущего и в этом мире интересует человек люди которые страдают синдромом аутическим вообще все вокруг говорят аутисты но я так поняла это некорректно нетолерантно сколько этих видов аутического синдрома извините если я термина абсолютно неправильно называю но для того вы у нас в гостях для того чтобы таких как я журналистов учить говорить правильно нет пожалуй я воздержусь но тем не менее действительно говорят люди по-разному и действительно с течением времени какие-то определения которые изначально может быть были совершенно нейтральными становятся стигматизирующими да то есть когда чтобы у меня не было не знаю простудилась я да ну вот я действительно простудилась и теперь хожу вот такая сопливая но я стараюсь далеко не ходить я там себя по дому хожу вот а дальше все наделал посмотрели и начали гать а вот это у нас простуженная пришла вот она про какая вот это простуженая тут ходит и понятно что через некоторое время слово которое не обозначало для меня ничего кроме того что сейчас у меня в носу сопли а в голове чуть-чуть тумана и возможно поднялась температура она стала обозначать что-то чего не хочу про себя слышать как что я не хочу чтобы определяла мою основную роль потому что ролей-то у нас много да я там кому-то мама кому-то дочка кому-то соседка кому-то хозяйка кошечки вот и если меня начинать определять только только через то что я простыла понятное дело что мне станет как-то неловко и возможно мое желание общаться она сильно уменьшится и точно так же с людьми у которой находится спектре аутизма да то есть если их начать называть аутистами то ну как бы они же не только аутисты правда же даже если это раз во вторых действительно но синдром да в общем ну как бы ну тогда пойти синдром он противопоставлен болезни по сути да то есть есть болезнь вот такое совершенно однозначное состояние а их синдром это комплекс симптомов которые ну как бы комплекс таких примет которые у человека как бы есть но при этом человек функционирует да и когда мы начинаем вообще говорить вот и сказали норма не норма смотрите норма понятие статистическое да если мы с вами здесь вдвоем не обитаем в острове то нельзя сказать что кто-то из нас больной а кто-то здоровый а вот если мы смотрим там вот глобально на все население земного шара то тогда можно вывести а вот люди там с таким давлением им как бы нормально они продолжают функционировать ходят на работу там выполнять все свои обязанности да а если там давление у человека сильно понижена то это не норма он тогда не может делать того же чего бы он хотел но вот с таким давлением не может не получается да и точно так же когда мы говорим о спектре аутизма я не очень знаю почему этот настолько популярная тема люди действительно боятся аутизма значительно больше чем каких-то ну как бы достаточно прогнозируемых возможных событий с которыми будет значительно сложнее но да эта тема существует как такое вот медийное скорее даже такое вот вот такое пугало что ли но мы с вами всегда боимся тех аспектов жизненной информации а который в которой не разбираемся я боюсь представителей у которых есть спектр аутизма ну если можно если корректно могу я называть аутистами аутистов но это будет в любом случае ваш выбор вы можете называть я смотрите наверное так если я начну кого-нибудь называть аутистом это будет с моей стороны абсолютно некорректно но тогда я не буду делать это тогда я не буду этого делать но мне кажется об аутистах о людях со спектром аутизма не говорили еще лет 20 25 назад и когда этих людей стало много показалось что они просто распущены и не воспитаны а тут вдруг надо как-то их по особенному с ними общаться понятно специалисты это совершенно другое родители которые с одними соприкасаются или мужья жены это тоже отдельная тема но я человек со стороны вдруг вижу такого человека и не умею с ним общаться и наверное было бы здорово если бы тема сегодняшнего нашего разговора пошла о людях с улицы которые вдруг соприкасаются а это могут быть и люди в педагогических медицинских сферах это могут люди быть в конце концов в магазинах вот что особенного и как отличить людей у которых есть спектр аутизма как себя как мне человеку обывателю вести себя с этими людьми как я могу помочь не только себе но и этим людям да слушайте просто вопросов сразу в одном но наверное наболело потому что перед встречей с вами я спросила близких я у знакомых поинтересовалась а что они знают и говорит о это опасная штука неконтролируемый процесс потому что все может быть нормально и вдруг в какой-то момент берет маленький мальчик маленькие ножнички и может ткнуть или карандашиком а может быть тогда это биполярное расстройство и вообще сейчас же никто никому ничего не рассказывает секретная информация закрытые темы некоторым образом вы правы действительно но мне кажется что идея никому не рассказывать про свой или чужой диагноз она достаточно не новая и если уж мы как-то вошли сейчас так вот поле относительно психических расстройств то мне кажется что как раз на данный момент эта тема значительно меньше табуирована и значительно больше людей но сейчас уже не про детей да но про взрослых которых есть возможность говорить о себе из-за себя мне кажется что сейчас мы как раз находимся в той точке когда люди начинают говорить и говорят много и иногда даже может быть чрезмерно говорят о себе как о представителях какого-то группы людей с каким-то определенным диагнозом но ведь я подвожу к тому что 25-30 лет назад медики люди которые этим занимаются понятно они это все знали это еще сороковые годы это описано и в америке и в швеции отлично подготовились спасибо большое но обыватели об этом ничего не знали нам просто иногда кажется что человек распущен и он себе много позволяет вот как определить вот эту распущенность невоспитанность и синдром спектр понимаете какая штука я все время хочу как бы вернуться а кому и для чего это определять если мы говорим о там людях определенных профессий ну например там начали разговор с того что там педагоги для педагогов действительно будет иметь для педагога действительно большой вероятностью будет иметь значение кого он имеет перед собой а если мы говорим о людях которые зашли в супермаркет и удивляются тому что какой-то ребенок ведет себя не так как они ожидают от ребенка такого возраста да ну то есть мы все понимаем что ребеночек которому на вид 23 года устраивая истерику возле полки с чупа-чупсами это как бы ну нормально да ну не повезло родителям сегодня них день но в принципе мы можем себе представить там либо сами проходили через это как родители либо видели такого очень много раз да но если это ребенок не знаю лет на вид семи-восьми то мы будем сильно удивлены и возможно захотим найти какое-нибудь объяснение да и честно говоря вот когда вы сказали что никто не слышал честно вспоминая свое там детство раннюю юность у нас было замечательное слово шризик и мне кажется что она вполне покрывала не только весь спектр аутизма но еще и очень много других расстройства функционирования которые могут проявиться у человека но ведь существовали специальные школы специальные интернаты психические заболевания скрывали родители педагоги и общество ну получить штамп себе вот прям как звезду вот это опасная штука была и когда вы говорите шизик это понятно но вот аутизм смотрите я не представляю в чем вот эта грань аутизм шизофрения и так далее пожалуйста 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 я не говорила шизик как я просто вспомнила вы говорите 30 лет назад не было да 30 лет назад мне было 17 вот я просто абсолютно серьезно говорю что тогда было такое зонтичное определение может быть даже больше да там в моем детстве было зонтичное определение для всех людей которые себя вели не ожидаемо и мы образом или непрогнозируемого в каких-то отдельных ситуациях это совершенно не мало отношениях диагностики психических расстройств это имело в виду имелось в виду что поведение конкретного человека не соответствует нашим ожиданиям когда мы говорим о психических расстройствах именно как расстройствах то вопрос кому и зачем нужно их диагностировать потому что действительно когда мы начинаем задумываться о том что ну вот там молодая мама например там молодая семья не пятна собственно молодая семья начинает задуматься вот у них родился маленький хорошенький да он еще говорить не начал начинаешь думать там чего надо его защищать в первую очередь да я думаю что слово аутизм может быть чем-то таким что может звучать очень пугающе но вот как вы говорили в начале нашего разговора и тогда люди начинают действительно идти в интернет там не дай бог какие-нибудь соседи что-нибудь сказали еще кто-то кто-то слышал про кого-то у кого что-то такое было люди начинают читать искать какие-нибудь там проявления а вот он не знаю там мама не говорит пальцем не показывает ему уже четыре месяца да что делать что делать наверное у нас аутит смотрите какая вещь во первых любой медицинский диагноз дело медиков да вот и причем не вообще всех медиков например да таких как я нет только врача причем врача желательно но как бы соответствующей специальности это дело первое а для всех остальных у нас с вами как бы самое главное это действительно как вы и спрашивали в какой-то момент а как же с ним себя вести потому что все ну как бы все что заходит в область каких-то сложностей с ментальным здоровьем это не состояние белое или черное есть или нету это функционирование и то что важно вообще в этом всем я уже сейчас себя чувствую каким-то человеком который влез в кресло психиатра и и начинает вот прямо рассказывать психиатрии смотрите мне нету такой цели я точно не психиатр я обыкновенный драматерапевт это медицинская специальность и да соответственно у меня есть определенное представление в этой ну как бы определенные знания в этой сфере но я никоим образом во первых не хочу выглядеть экспертом по медицинским вопросам а во вторых что даже еще важнее да драматерапевт они совершенно не обязательно работают с медицинскими проблемами но сейчас если же мы к этому возвращаемся это вопрос диагноза это вопрос нарушения функционирования никому не нужен диагноз просто так и он не нужен не только человеку да он не нужен врачу врач которому обратиться семья если действительно будет ясно что что-то идет не так и семья сама не справляется да и тут быть очень важно справляется ли не справляется или если мы видим что у ребенка в результате его каких-то особенностей развития ездит стресс да тот с которым он не может справиться даже когда семья садик школа делают достаточно для того чтобы ему помочь только в этот момент вообще в принципе начинаем думать про диагноз и соответственно то что мы называем психическим расстройством это по сути расстройство функционирования когда человек либо сам себя очень неуютно чувствует с тем как он может справляться с той жизнью которую он для себя хочет либо та ситуация когда окружающим уже очень тяжко да то есть иногда получается что например семья может очень сильно как бы очень сильно прячься и приспособиться да это происходит прямо на пределе возможностей а про садик и школу там обычную очную да и прямые разговоры нету тогда да тогда есть смысл вообще задумываться а не нужно ли нам пойти и попробовать поискать эту причину да которая с большой вероятностью вот тогда когда сильно нарушено функционирование действительно кроется в том что есть какое-то расстройство которому в любом случае будет необходимо приспособление и среды и обучение самого человека да то есть мы в любом случае не будет ну как бы речь не должна быть о том что мы возьмем человека и его вот прям возьмем и исправим каким-то образом да чтобы он нам подходил я думаю что это основное отличие вот от тех времен которые вспоминали 30 лет назад да то есть если тогда основной вопрос был а может ли этот человек сам как нибудь приспособиться так чтобы остальным было незаметно и соответственно удобно и сейчас нашим нашей попыткой жить так чтобы всяким людям было достаточно нормально сосуществовать но когда мы говорим об особенных людях о странненьких немножко ведь многие вещи делаются в ущерб другим сегодня например вот раз вы уже заговорили о школьной детсадовской атмосфере должно быть комфортно но наряду с этими детьми специалисты считают что на 100 человек уже 36 человек с аутическим спектром и буквально через 36 это мартовские сведения международной ассоциации психиатров поэтому говорят опять же специалисты что лет через 30 будет чуть ли не 80 процентов таких людей но пока пока их таких людей не так много скажите но ведь этим детям нужно учиться в общеобразовательных школах их нужно интегрировать или они должны учиться дистанционно или в интернатах вот как быть с этими детьми они хорошо адаптируются в простой школьной среде не должен ли учителем уделять огромное внимание в ущерб другим детям татьяна вы меня напугали статистикой слава богу мне до этого неизвестной поэтому я сейчас предположу что это но была какая-то очень очень особенная статистика давайте я останусь в каких-то старых представлениях о том что людей в спектре аутизма действительно довольно много но все-таки в любом случае не 36 человек на 100 это пункт 1 а во вторых понимаете когда спрашивать а должны ли эти дети учиться вместе с остальными или в каких-то особенных интернатах давайте мы с вами просто вот ну как люди которые тут уже сидят в хорошей компании друг напротив друга подумаем а должны ли дети вообще учиться в школе я как мама считаю что в современной школе не стоит учиться потому что дистанционно можно замечательно осваивать все предметные дисциплины если ребенок мотивирован вопрос мотивирован ли он смотрите вы спросили меня я да да мне нравится ваш ответ некоторым образом действительно и так тоже но я имела в виду я смотрела на это чуть чуть более так вот еще еще с большей дистанции смотрите всеобщее образование это вообще не такая ну как бы достаточно новая для людей как для вида идея да то есть как только мы решили что образование действительно должно быть всеобщим и обязательно мы автоматически получили очень много проблем с теми детьми которые к сожалению в эту схему вписываются не полностью не совсем да или которые просто не хотят этого делать да то есть как вид мы не то чтобы биологически приспособлены эволюционно приспособлен для того чтобы учиться в школе школьная ну идея школы как таковой она очень полезна для всех да ночи продвинуло наше общество мы действительно стали значительно грамотнее нас там с меньшей вероятностью обманут в банке потому что мы сможем прочитать и так далее и тому подобное да но для каждого конкретного это неудобно очень мало людей которые детей которые полностью вписываются в эту систему и действительно на мало мало да и не потому что они ненормальны нет не мало мало просто это действительно кривое распределение будут какие-то отдельные существа которые будут но вот так вот очень трудно себе представить людей которые обладают айкью сто пунктами да мы все там чуть-чуть туда чуть-чуть сюда потому что мы просто это люди точно так же программа школьная она придумана для какого-то вот сферического ребенка в вакууме а дети разные и соответственно каким-то будут какие-то но как бы какой-то маленький процент которым удобно все но таких детей действительно очень мало да будут какие-то дети которые страшно мотивировано как вы говорите учиться да им все очень нравится и прямо вам чудесно только они ненавидят все эти внешкольные вот все мероприятия то что надо там вот они очень хорошо учатся по всем предметам отлично учиться чудесно просто дальше есть дети которые будут и замечательно адаптированы вообще в общую школьную жизнь и они будут чудесно учиться по очень многим предметам но им будет очень некомфортно с каким-нибудь школьным спортом ну еще чем-нибудь с пением например да музыка мы знаем что музыка на музыке не обязательно пить там вообще образовательной школе но вы попробуйте не петь на музыке меня то интересует немножечко иная тема ведь самим детям со спектром аутизма некомфортно в школьной среде и значит родители которые дают их интегрироваться издеваются над ними ой господи какое слово то смотрите какая вещь вот я понимаю что вам хочется конкретного ответа но конкретного ответа не будет и как ну как бы а если прямо вот вы сейчас достанете автомат вот и скажете она не будет конкретного ответа выстрелю то я вам скажу что к сожалению бывают ситуации когда действительно интегрироваться для ребенка будет некомфортно смотрите если мы ну как бы школа эта система семья эта система со своими взглядами со своей культурой со своими ожиданиями и ребенок это еще один компонент и тоже кстати система и вот если нужно выбирать то я из этого всего выберу ребенка очень часто бывает что семья невероятно настроена на интеграцию семья прямо вкладывает в это гигантские деньги гигантские усилия но ребенку действительно некомфортно и тогда лучше чтобы этой интеграции возможно не было ну как бы в полном объеме да возможно что этому конкретному ребенку она нужна будет очень очень медленно и очень по чуть-чуть но при этом я настаивала что будут и дети без спектра аутизма которым будет очень некомфортно в школе и для которых было бы лучше если бы школы как но вот как института институции в жизни не было и что касается того ну как бы как будет некомфортно всем остальным такое тоже возможно но безусловно необходимо помнить что если мы делаем что-то чуть-чуть комфортней для вот этого человека то будут люди у которых не будут эти признаки выражены настолько но которым одновременно с этим тоже станет чуть-чуть комфортнее да ведь на самом деле те приспособлены ну как бы те усилия которые нам нужны для того чтобы лучше интегрировать человека спектре аутизма это очень простые усилия да они иногда сложно осуществимы имея в виду то что у нас там большой класс в котором есть еще например трое детей с гиперактивностью да что тоже никоим образом не ирлык а просто вот они шумные и делают много резких движений да и тогда интеграция вот этого человека которому нужна предсказуемость как как основной предиктор того что он сможет хорошо адаптироваться это будет сложнее но в принципе когда мы уменьшаем яркость раздражителей убираем свет который светит глаза когда мы начинаем вовремя проветривать класс когда мы перестаем кричать и когда мы не подходим слишком близко к ребенку не нависаем над ним то становится легче не только ребенку с аутизмом это раз а во-вторых это те вещи которые учат и детей и и учителя лучше контролировать себя а это собственно и есть то самое что для детей как минимум будет определять их успешность в жизни да не интеллект во многом а способность планировать и регулировать планировать свои действия регулировать свои эмоции да то есть когда мы помогаем кому то скорее всего мы делаем среду более подходящий и более развивающий для всех нас конечно это не будет работать 100 процентах случаев и какие-то облегчения среды будут действительно ну временно неудобными для всех но думаю что в долгосрочной перспективе то если мы чуть-чуть отодвигаемся от проблемы а вот тут кстати начинается драматерапия драматерапия это про то чтобы по большому счету найти ту дистанцию которая нам позволит на свои проблемы смотреть так чтобы мы видели ну как бы чувствовали не только свое погружение в них но и имели возможность выбора да то есть это вот как раз перестать быть погруженным в проблему а найти такую дистанцию когда я не то чтобы эту проблему игнорирую да а когда я нашла вот то место откуда я могу мне посмотреть и понять а как я хочу с этим быть да не как я буду любить проблему а просто как я хочу с этим быть где я автор и я имею возможность выбора так вот если мы помогаем детям с проблемами чувствовать себя лучше то мы помогаем и всем остальным учиться искать эту дистанцию и глобально я думаю что это может быть очень помогающим даже если этот один ребенок все равно не сможет адаптироваться так вот тоже к сожалению бывает скажите мне пожалуйста правда ли что дети с аутическим спектром более гениальны чем обычные дети и что аутический спектр более приемлем ну не приемлем больше а можно говорить болеют нельзя 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 подвержены воздержимся да подвержены дети в общем с аутическим спектром больше мальчиков чем девочек и эти все дети более гениальны чем все остальные вот она грань ой но такие мифы ходят об этом мы говорим пока мы о детях да безусловно смотрите вы совершенно правы людям хочется иметь какое-то волшебное обоснование существования непонятных вещей да то есть если вот здесь уже есть вот этот тот самый который спектр аутизма то наверное в нем есть какая-то скрытая гениальность и мы сейчас сможем ее раскопать и он возможно будет нашим богословением смотрите какая штука гениальность вообще вещь редкая правда же поэтому а людей спектр аутизма как вы сказали много но мы кстати я не буду я постараюсь не вырезать вот эти 36 процентов но в титрах я обязательно дам ссылку кто авторы этой гипотезы да потому что то что о чем я прочитала был разговор что более пятидесяти тысяч человек были проверены тестированы и исследованы обследованы на протяжении многих большого количества лет Татьяна я просто сказала что это шокирующая для меня информация и я воздержусь сейчас от того чтобы пытаться ее как-то внутри себя переваривать я просто приму это ну вот как обык по небу летит и буду для себя все-таки придерживаться в голове каких-то более скромных данных на этот счет смотрите то возвращаясь к тому о чем вы спросили да они вырастут станут ли они все гениями смотрите нет но одновременно с этим когда мы говорим о спектре аутизма мы безусловно имеем в виду неравномерное развитие да это значит что этого человека не что он больной а что у этого человека какие-то области какие-то функции давайте сейчас такое очень грубое слово возьмем будут опережать возрастную норму а какие-то наоборот не дотягивать но при этом нам нужно держать в голове что мы все тоже неоловенные солдатики и у нас тоже в каких-то областях любой обычный ребенок развит чуть больше а в каких-то чуть меньше очень мало детей которые будут развиты абсолютно равномерно просто у людей спектра аутизма это будет выражено значительно сильнее и поэтому конечно из этого довольно хорошо вообще вытягивается теория о том что ну вот он же очень умный смотрите он вот тут вот играет машинки в ряд выставляет да но при этом он знает английский китайский японский еще какой-нибудь алфавит и 4 года там уже прочитал всю какую-нибудь прекрасную энциклопедию да но это скорее симптоматичная штука чем показатель гениальности и да ввиду того что эти неравномерно развитые функции у человека некоторым образом будут сохраняться и будет сохраняться специфический возможно будет сохраняться специфический фокус какие-то вот какая-то специфическая сосредоточенность и чуть-чуть по-другому обрабатывается информация конечно будут области в которых люди с высокофункционирующие спектре аутизма будут более успешны потому что если мы с вами не знаю сидим и разговариваем друг с другом то вероятность того что мы друг другу поймем и услышим она значительно больше чем если сейчас тут окажется еще 20 прекрасных человек с которым будем ну вот как на банкете просто все одновременно общаться да то есть если человек сильно сконцентрирован на чем-то одном его вероятность вероятность для него что он будет в этой сфере большим как бы серьезным специалистом действительно намного больше а смотрите вы еще в начале вот вот все всего этого вопроса да вы сказали но он же вырастет смотрите когда мы имеем в виду спектр аутизма у нас как раз есть такая прекрасная вещь людям в спектре аутизма тяжело в детском саду людям спектре аутизма очень тяжело в начальной школе людям в спектре аутизма я сейчас имею в виду в основном высокофункционирующей значительно легче становится в старшей школе особенно университет почему потому что требования среды во первых потому что мозг в любом случае развивается нам с вами наши социальные навыки они тоже развивались с возрастом но если в детстве наши социальные навыки были примерно на том же уровне как у сверстников то у человека спектре аутизма как раз этим отличается да это расстройство социального функционирования да соответственно вот эти навыки у него как раз будут отставать а дети это очень стайные существа соответственно в детстве это будет очень мешать причем только в детстве в основном нам надо всем одновременно идти в школьную столовую да вот где ребенку в спектре аутизма труднее всего столовая раздевалка спорт уроки труда домоводство вот прекрасное слово да вот это те те сферы в которых в основном будут понятно что в зависимости все люди разные и в зависимости от конкретных обстоятельств будут еще проблемы но вот это самые проблематичные вещи так вот с возрастом люди от нас начинают значительно меньше требовать усилить быть наравне со всеми как раз в этих областях да ну не хочешь ты есть в столовой ты можешь поесть сам себе отдельно да можешь взять в конце концов кофе и съесть его со сникерсом да и тебе уже не стало плохо за эти 15 минут и ты когда пришел дальше на урок ты уже чувствуешь себя лучше дальше человек попадает чем ну как бы у нас же происходит спецификация да в первый раз все пришли вместе а после там четвертого или какого-нибудь шестого или ну в любом случае в седьмом уже можно пить гимназию да уже чуть-чуть легче если вот мы говорим о тех у кого там математические способности например опережают все остальные гимназии у тебя уже много людей которые будут на тебя значительно похожи потому что они тоже любят фокусироваться на математике и совсем не хотят заниматься домоводством и петь в хоре а к университету у тебя там практически все на курсе такие будут да это не значит что все будут спектре аутизма но это как правило будут люди которые будут иметь схожие увлечения да аутизм будет давать большую концентрацию на каких-то отдельных темах то есть мы как раз подойдем к теме когда если мы с вами интересуемся историей или литературой мы находим тех людей которые ходят в литературные или исторические клубы и нам хорошо поболтать я не говорю что мы должны становиться историками а интеллектуально обогатить себя и провести хорошо время смотрите вот мы подошли к самому главному да то что вы сейчас сказали это в принципе задача итоговая задача переходного возраста человеку определиться с тем кто я и найти тех с кем я буду бежать пастись вместе и да соответственно да получать эта спецификация да мы сначала должны были быть все одинаковы а вот теперь мы можем найти только таких как я и в конце концов я вполне да даже не обязательно человеку должен быть спектре аутизма у него будут очень много других особенностей и вот я нахожу себе таких же людей и теперь как бы меня никто не заставляет идти ко всем остальным им тоже нравится но вы так и не ответили на вопрос все таки со спектром аутизма больше мальчишек или девчонок статистика пока говорит что больше мальчишек или просто они тщательно медики и другие специалисты не обследовали не исследовали сферу женского гендерного направления смотрите сейчас есть очень много исследований да и тот разрыв которого там упоминали первые ну как бы первые немецкие статьи тогда если изначально предполагал что вообще расстройство которое может быть только с мальчиками да тогда решила именно расстройстве потом было предположение что да мальчиков значительно больше сейчас этот разрыв потихоньку уменьшается и да есть очень много о том что действительно девочки лучше маскируют да то есть опять же если мы говорим о высоко функционирующем аутизме то девочки как правило более качественно склонны маскировать то что с ними происходит больше склонны имитировать поведение других девочек и поэтому да какая-то часть из них вероятно ну как бы какая-то часть диагностируется позже или возможно не диагностируется вообще а замуж то они выходить могут за таких же как они или здесь уже не принципиальная позиция специалистов ну у людей у которых есть аутический спектр они должны обязательно ну каждый выбирает по себе женщину религию дорогу и в результате жениться то можно потому что очень детей рожать можно на работу устраиваться можно безусловно и нужно да а почему нет но генетическое заболевание значит и дети могут потом от своих родителей получить ряд вот 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 знаете вообще генетическое заболевание да безусловно давайте мы не будем скатываться в совсем уже страшные для меня вещи и пытаться определить кто размножаться может а кто не может и какая-то часть браков безусловно будет мы все в переход в конце переходного возраста ищем тех с кем проводить время с кем нам интересно говорить и соответственно очень возможно что двое людей в спектре аутизма какого бы пола они не были найдут друг друга и сформируют и будут жить вместе точно также при этом есть вероятно ну как бы и существует множество союзов где кто-то из партнеров имеет спектр аутизма кто-то не имеет да мы знаем о том что повышает как бы вероятность в таком союзе ну как бы вероятность передачи межпоколенческой аутистического спектра она достаточно высокая но все остальное но как бы очень много всего передается генетически да от два человека в очках например могут ли они делать детей и не чувствовать себя виноваты ну в моем детстве говорили что очкарики а сейчас это модно главное воспринимать и принимать людей такими какие они есть да и мне кажется что с людьми с спектром аутизма все примерно так же скажите анна мы с вами затронули только небольшую грань на грани небольшой аспект на грани восприятия людей скажите пожалуйста люди у которых есть аутический спектр они всю жизнь наблюдаются у врачей или они научаются жить определенным образом находят работу по душе по сердцу и у них потом с возрастом все получается то есть проблемные какие-то моменты только в детском возрасте господи смотрите какая штука если мы говорим о спектре аутизма то он вообще не лечится понимаете это не болезнь его не надо лечить его никак нельзя лечить даже если очень захотеть да есть очень много исследований есть очень много экспериментов на мышах но потому что сами не мыши правда это состояние которое не лечится и которое лечить не нужно есть проблема вызвана этим состоянием функционирования которые иногда требуют медицинской помощи чаще требуют поведенческого специального поведенческого вмешательства которое обеспечивается ну как бы лучше всего обеспечивается специалистами по прикладному поведенческому анализу да но это не медицинская услуга в чистом виде это не лечение ну как бы это тритмент но это не медикаментозная терапия безусловно да то есть есть состояние как сопутствующие состояния которые будут которым иногда подбирается медикаментозное лечение но это и все это первое второе смотрите когда мы говорим о приспособлении да то естественно чем ну как бы в начале пути мы приспосабливаемся больше собственно даже если машину покупать да то как бы вот эти первые 10 километров они максимально опасны потому что если с ней что-то не так то вот она тогда и станет видно для того чтобы жить в социуме я как человек если у меня возникают вопросы должна просто обратиться к специалистам и понять других людей поэтому все кто нас окружают в большом количестве люди абсолютно разные должны понимать что мы должны сотрудничать и мне трудно сказать готова ли я заявить сегодня о следующей теме нашего разговора но я точно знаю что об аутическом спектре стоит почитать и медицинскую и психологическую и педагогическую литературу и самое главное наверное нужно начинать обучать педагогов обучать общество жить в социуме с разными людьми пусть даже они иногда странненькие и кажется нам не совсем такими какие мы есть такими какими нас воспитали наши родители мы живем очень часто в мире стереотипов и для того чтобы от этих стереотипов избавиться все пьющие все курящие все все очень умные гениальные просто нужно посмотреть на вещи совершенно другими глазами анна ну наверняка я не задала какие-то вопросы и в следующей программе а я надеюсь вы к нам придете еще раз в гости вы сами заявите тему ну а вы уважаемые зрители и слушатели если вас заинтересовал аутический спектр если вас интересует психологические психические расстройства которые окружают нас ежедневно обязательно пишите нам ставьте нам лайки подписывайтесь на наш канал я татьяна моисеева рада знакомству у нас в гостях была анна губерман драма терапевт спасибо спасибо татьяна